Лютики цветочки в поле колыхают, ветерок шальной нежно обнимает, степь цветет и пахнет, эх, вокруг раздолье, троица настала, и душе привольно. 23 июня, день Тимофея, назван в честь святого священномученика Тимофея, епископа Прусского. В городе Прусси, находящемся близ горы Олимпийской, епископом был святой Тимофей, за чистоту своей жизни и святость, получивший от Бога дар чудотворения. «Однажды умертвил он громадного змея, поселившегося в пещере под кипарисовым деревом и причинявшего большой вред животным и людям. Подаровано ему от Бога благодати, исцелял болезни, совершил много и других чудес. Старину этот день считали очень тяжелым днем, и все потому, что, согласно народным наблюдениям, по земле начинали бродить духи. У древних славян в этот день отмечали праздник Агафена Купальница. С этого дня точно можно было купаться в открытых водоемах. Положительно воспринималось сегодня все, что было связано с баней и водой. В этот день повсеместно топили баню и заговаривали веники на весь год. После дня Ивана Купалы веники не заговаривали, считалось, что они и так целебны, как до этого дня. Обязательно парились в бане, используя различные лекарственные травы, например, мяту пахучую, папоротник, полынь, ромашку и другие. Веники делали из самых различных деревьев, березы, дуба, ольхи, черемухи, липы, ивы, смородины, рябины, калины и других растений. А также для самых различных целей. Для парной в бане, другими обрежали коров, которые недавно отелились. Веники, которые перебрасывали через головы и бросали на крыше бань, чтобы узнать свое будущее. Также заготавливали сегодня лекарственные травы. Приметы. Душная погода на восходе солнца к дождю. Если привидели из стаи ворон, то это к мору. То есть только назвать вегетарианцем или нет? Во-первых, я, как это называется, лактовегетарианка, которая употребляет молочные продукты. Ага, хорошо. То есть это уже рыбу обязательно. То есть раз, два раза в неделю я обязательно съедаю рыбу. Это просто вот как закон. Овощи и фрукты. Овощи и фрукты это уже по необходимости и по желанию. Вообще я ем то, что мне хочется. Вот что я хочу, это я ем. Так. И хорошо. Процент, наверное, так не смогли определить. Я даже не знаю. Ну, примерно, наверное, 30-40. Наверное, 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 наверное. 30-40 примерно. Ну, можно назвать и у вас вегетарианка. Спасибо. Как вы говорите, лактовегетарианка. Все это официально подтверждено. Я лактовегетарианка. Вот, хорошо. И еще такой вопрос. Вот, когда вы перешли на это питание, насколько улучшилось ваше внутреннее самочувствие? Больше энергии стало. И вы почувствовали, что, возможно, и меньше как-то косметики надо на лицо наносить. И как-то процессы старения замедлились. Вот что-нибудь в этом отношении скажете? И да. И когда вы себя чувствуете наиболее комфортно зимой или там летом? Много вопросов. Да, вопросов много, но, наверное, да, по порядку. Естественно, я стала себя чувствовать лучше. Хотя, не знаю, не хочу жаловаться. Я всегда прекрасно себя чувствовала. Как кишечник нормальненько работает? Все в порядке. Единственное, что после родов хочется всегда выглядеть хорошо. Поэтому, наверное, мало того, что я мясо перестала есть. Я стала еще как-то стараться, ну, не то, что вернуться в прежнюю форму, но даже, возможно, и улучшить ее. Поэтому, соответственно, я стала задумываться над этим. Там, почаще на весы вставать и на ночь не кушать. То есть, вот был такой у меня период. Естественно, там в 20-25 лет, когда там говорят комплименты, как ты прекрасно выглядишь, это воспринимается, ну, как в порядке вещей. Когда это говорят в около 40 лет, это уже, это уже, ну, как бы, да, ну, значит, неплохо я со своим организмом обходилась, наверное, значит, он мне благодарен и отвечает взаимностью. А вот у нас имеется болгарский перец. Как вы к нему относитесь? Если честно, не очень. Не очень, да? А вы знаете вообще, вот откуда болгарский перец взялся? Ну, по названию, скорее всего, из Болгарии. Самое удивительное, что он у нас взялся не из Болгарии, а он пришел из Америки. Кстати, он там растет как сорняк. Вот. Обыкновенный сорняк, который... Который не нужно не культивировать, он сам по себе растет. А у нас вот представляется таким вот ценным продуктом. И ценится он, знаете, за что? За то, что... Не за то, что он там красный, там зеленый или там желтый. Вот. Ценится он за то, что он содержит довольно-таки большое количество жизненно важных биологических элементов. Особенно, знаете, что в нем витамина С больше, нежели в лимоне. Это я знаю. Знаете, да? Да. Хорошо. А вот как раз, знаете, вот теперь дальше, для того, чтобы красота тела была, красота волос, красота ногтей, кожи, перец очень большое значение играет. За счет того, что в нем содержится такой микроэлемент, как кремний.